сплетник в церкви борьба с внутренними врагами укрепление единства мир вам сестры братья приветствую вас на блоге виктора буслова познания какая должна быть церковь какие взаимоотношения внутри сейчас много видно особенно больших церквях что люди закрываются не хотят общаться часто даже не знают друг друга но такое происходит не только больших многотысячных но это происходит и маленькие и приходит маленькие семейные церкви общины хорошо когда из домашней группы где есть хоть немножко по можно познакомиться друг с другом а сплетник это враг церкви посмотрим во первых на главное оружие сатаны который он употребляет для разрушения взаимоотношений внутри церкви это сплетни и сплетники посмотрим на то какая церковь должна быть на примере царя давида это очень интересный показательно можно представить когда все это мы узнаем даже если это не так в наших общинах мы можем сами изменять взаимоотношению с помощью бога это все на личном уровне между нами и богом это четвертое видео на тему хочу жить первые две перед этим видео говорили о жизни с богом второе рассказывающая о том кто я баптист писядник или харизмат и это третье видео о той церкви которой мы и я хочу быть стремимся на примере давида борьба с внутренними врагами укрепление единства церкви откройте для себя важность прощения и свободного общения в церкви в этом заставляющим задуматься видео узнайте об опасностях сплетен и враги церкви узнайте как должна выглядеть настоящая церковь и как мы можем способствовать крепким отношениям в наших общинах подпишитесь чтобы узнать больше о построении здорового и активного церковного общества а господь наклонившись перстал писал перстом на земле много людей в наших общинах уходят в себя закрываются конечно уже сейчас слышу такой ответ они грешат поэтому их нет церкви да это так но хочу сказать таким людям откроем евангелие от ивана 8 главу стихи 6 по 8 говорили же это искушая его чтобы найти что-нибудь к обвинению его но иисус наклонившись низко писал перстом на земле не обращая на них внимания когда же продолжали спрашивать его он восклонившись сказал им кто из вас без греха первый брось на нее камень и опять наклонившись низко писал на земле это евангелие от иоанна 6 глав 8 глава стихи 6 по 8 стихе 7 написано кто без греха первый брось нее камень но почему-то никто не кинул и интересное сначала ушли люди которые были постарше они наверное что-то понимали лучше в жизни а потом ушли и остальные нет на земле человека кто не совершил и не совершает ежедневно грех просто мы каждый день на коленях просим нас простить бога ведь он знает все что мы делаем и думаем даже если нас никто не видит но я не о том влияние сплетен церкви построение более клубок более глубоких крепких связей но что такого страшного сплетни меня научили что есть сплетня это когда сплетник обговаривает что-то плохое что сделал человек а есть вранье то что сплетник придумывает даже то чего не было для того чтобы просто поговорить к вам подходили такие люди рассказывали правду о сестрах и братьях если да поставьте лайк под этим видео ладно допустим мы поговорили обсудили и всю правду рассказали а вы бы хотели чтобы и о вас так говорили хочу представить в этом деле духа святого во первых осуждая братьев и сестер мы осуждаем и духа святого внутри него во вторых и самое главное дух святой нас самих каждый день освещает ведет рассказывает нам в чем мы неправы что мы делаем неправильно и конечно мы стоя на коленях просим у бога прощения вы бы хотели чтобы эти ваши дела обсуждали в церкви и кто самое главное вы знаете кто первый будет об этом говорить до послушав о грехах сестры брата раз второй третий один год второй а на третий вы сами не захотите чтобы вас также обсуждали ведь они не знают что вы во первых уже покаялись пред богом и он простил и очистил вас во имя иисуса христа и не знают причин почему вы так поступили так друзья да так мы со временем закрываемся и не хотим иметь дело ни с кем лучше с богом один на один также и все остальные вокруг нас сестры братья они также не хотят чтобы они говорили так закрываются наши братья и сестры постепенно день за днем и так незаметно разрываются взаимоотношения внутри церкви общины а и по бог этого не хочет создание общины в церкви преодоление сплетен и изоляции а с чего все это началось помните помните того кто к вам первый раз подошел сплетник и рассказал правду о ближнем помните но это все можно разговаривать что все происходит сегодня в нашей жизни жизни общины это результат результат того что мы делали вчера хотите иметь свободную церковь и тесные взаимоотношения сегодня остановите такого праведника и скажите оправдайте того человека кто споткнулся дух святой поможет не участвуйте в таких чистилищах пусть церковь и общение взаимоотношения начинаются с нас с вас это не новое в наше время посмотрим что об этом говорит апостол павел в пелом первом послании коринфянам 6 глава стихи с 8 по 11 но вы сами обижаете и отнимаете притом у братьев или не знаете что неправедные царство божие не наследуют не обманывайтесь не блудники не идолослужители не прелюбодеи не малаки не мужеложники не воры не лихо и римцы не пьяницы не злоречивые не хищники царство божие не наследуют и такими были некоторые из вас но омылись но осветились но оправдались именем господа нашего иисуса христа и духом бога нашего это 1 коринфянам 6 глава стихи с 8 по 11 в 10 стихе говорится злоречивые а это клеветники сквернословы ругатели царства божьего не наследуют да они обычно не курят не пьют не блудят но не клевещут сквернословят ругают такие царства божьего не наследуют то есть их там с нами не будет спасение давида сплетник в пещере так какая должна быть церковь и какие взаимоотношения посмотрим на давида его первую церковь когда пророк самуил помазал давида на царя он не знал какой какой путь он пройдет помните когда он победил голиафа и его саул забрал к себе в свиту он наверно думал ну вот скоро стану царем но проходили годы и наоборот как-то его царствование все дальше и дальше дошло до того что давиду пришлось бежать прямом смысле слова от царя саула давид был и у пророков и у священников но там не было спасения от руки саула тогда он попытался спастись в языческом мире у царя филистимлян и в языческом мире ему не было спасения но где давид нашел на время покой и собрал свою первую церковь у пророков у священников в греховном языческом гефе где давид остановился в своем царствование в пещере стоит отметить что именно там и именно туда к нему пришли люди кто богатые знатные из них давид строил свое царство нет друзья перечислим кто там был кто был в беде обиженные притесненные должники банков кто был разочарован жизнью огорченные душой и несчастные можно сказать вот эта церковь но именно над ними давид стал начальником вождем их было около 400 человек именно с них начиналось его царство именно они были с ним до конца путешествие во времени сплетник его опасность как бы там ни было сегодня мы путешествовали во времени смотрели что говорит апостол иоанна встречи блудницы и господа следующей статье мы поговорим более детально и посмотрим на церковь иисуса и церковь давида давид пещерах стоит отметить те кто не осуждает друг друга они знали что у каждого проблема и принимали друг друга такими какие они есть сплетничать было не о чем более того мы еще много будем говорить на темы церкви бога иисуса христа духа святого подписывайтесь будем вместе путешествовать по страницам слова божьего в современном мире когда вы ставите лайк мне нравится или делитесь рассказать друзьям в результате вы помогаете служению спасения и распространению божьего слова с вашего разрешения сейчас я заканчиваю вам понравилась запись или вы получили слово откровение от духа святого конечно поставьте лайк подписывайтесь и делитесь и передавайте привет братьям и сестрам аминь